Прилично пострелявшее ружье При помощи которого чистится оружие Второй вопрос это химия При помощи которой происходит процесс чистки И здесь многие зрители моего канала знают Что я очень категоричен в этом вопросе В том смысле что крайне не люблю Когда оружие чистят всякими подручными средствами Я имею ввиду WD-40 Средства для мытья унитазов И все остальное проще Я считаю что оружие нужно чистить той химией Теми средствами которые для этого предназначены И вот сегодня я хотел вам показать и поговорить Вот такой вот набор универсальный Масло глухарь От торговой марки казаки И собственно вот этот наборчик универсальный Это не единственный и не абсолютный вариант У казаков есть несколько таких вариантов Которые разнятся по своему набору Которые предназначены для чистки гладкоствольных оружий Для чистки нарезного оружия Пневматического, травматического и так далее Ну и кроме того все вот эти вот компоненты Которые находятся в этой коробочке Можно купить отдельно Те которые вам нужны И которые вы собираетесь использовать Я же считаю что вот этот вот набор универсальный В данном случае В данной конкретной ситуации Он будет наиболее оптимальным Потому что здесь содержатся те вещества Те химические препараты То масло Которое мне вот крайне необходимо И будет очень востребовано При чистке этого оружия Ну давайте приступим От слов к делу Покажу как это все происходит Ну во первых Нам нужно убедиться в том Что у нас оружие разрежено Патронник пустой Ну да И ружье готово к чистке Затем соответственно Мы его разбираем Как и любое классическое Двухствольное ружье Оно у нас разбирается на три части Соответственно Прикладка лодка Блок стволов И цевьё Так вот Цевьё И колодочку Мы откладываем Немножко на потом А будем Начинать чистку С блока стволов Что нам для этого необходимо Во первых Необходим шомпол Той длины Которая Больше подходит Именно для вашего ружья В данном случае Это Меглайновский шомпол Трехсекционный Алюминиевый Набор ёршиков От Компании Меглайн Который соответствует Калибру Двашего оружия Ну в данном случае Шестнадцатый На шомполе Уже установлен Так называемый Капроновый ёршик И здесь у нас Турбина Или ещё Корнадо И пуховик Это раз Затем Тряпочка полосатая Салфетки обыкновенные Хотя конечно Желательно использовать Патчи Ну можно и салфетки И диски Ватные диски И так же Как дополнительный инструмент Это набор Щёток Для чистки оружия В данном случае Капрон Латунь И сталь Но если у вас нет Такого набора щёток Можно использовать Обычную Зубную щётку Например Старую Или подобную Ей по жёсткости Берём наборчик Открываем И смотрим Что здесь находится Ну во-первых Всё подписано Это очень удобно Масло нейтральное 100 мл Масло щелочное 100 мл Масло для консервации Также 100 И масло льняное Для обработки Деревянной поверхности И придание им Необходимой кондикции Сохранение В том состоянии В котором оно должно быть Ну во-первых Для чистки Что как Здесь применяется Основной Основная чистка Блока стволов Осуществляется При помощи Щелочного состава Это очень важно Потому что именно Щелочной состав Нейтрализует действие Кислотное действие Порохов И отлично Вычищает Следы порохового Нагара И вычищает Дробовую Налет Который возможно Остается внутри Канала ствола От использования Пулевых И дробовых Контейнер Бесконтейнерных Зарядов Щелочной состав Но Понимать здесь Нужно две вещи Во-первых Щелочной состав Он очень Едок Поэтому И чрезвычайно Похуч Поэтому его лучше Использовать Либо В хорошо Проветливаемых Помещениях Либо на Открытом воздухе Это во-первых И во-вторых Щелочной состав Ни в коем случае Нельзя оставлять На оружии Без смывки Почему? Потому что После того Как щелочной состав Убирает Всякую гадость Которая находится В стволе Он начинает Корродировать металл Поэтому обращаться С ним нужно Очень Осторожно Аккуратно Но при этом Никаких секретов Нету Мы просто После использования Щелочи Берем И смываем Нейтральным маслом И таким образом Нейтрализуем Действие Этой самой Щелочи Этва Дальше Масло Нейтральное Его еще иногда Называют Универсальным Масло Которое Применяется Для Удаления Щелочного Состава Его остаток Для нейтрализации Его действия И для Смазывания Некоторых Основных Частей Оружия Дальше Масло Консервационное Масло Предназначено Для Длительной Консервации Оружия И для Смазывания Как вариант Для смазывания Основных Частей И Четвертое Что здесь Находится Масло Льняное То есть Масло Предназначено Для Ухода За деревянными Частями Оружия Для их Пропитки Для Поддержания Деревянных Частей Оружия В кондиции Но Здесь Надо понимать Что масло Необходимо Использовать На тех Деревянных Поверхностях Которые Находятся Не под Лаком И не покрыты Лаком Но при этом Препятствуют Размоканию Разбуханию Препятствуют Усыханию Оружия И Деревянных Частей Оружия И поддерживают Их в том Состоянии Ну как Из магазина Любую Чистку Оружия Я так По традиции По своей Привычке Начинаю С чистки Стволов Ну или в данном Случа Блока Стволов Почему Потому что Это самая Загрязненная Часть Оружия И Часть Оружия Которая Требует Особого Ухода Особого Внимания И Особого Старания При чистке Берем Щелочной Состав И Получаем Вот Такую Вот Жидкость Запах Конечно Чрезвычайно Резкий Дальше Мы можем Использовать Либо Какую-то Специальную Емкость Наливая В нее Этот Самый Щелочной Состав Либо Просто Из тюбика Поливая Например Ёршик Применяем Его В Достаточном Количестве Для того Чтобы Ёрш Равномерно Смочился Например При этом Лишнего Ничего Не вытянем Ну и Таким Образом Покрываем Внутреннюю Часть Ствола Вот Этим Самым Пщелочным Составом Который У нас Начинает Реагировать С продуктами Варения И Со Всякими Нехорошими Штуками Которые У нас Остаются В Канале Ствола После Этих Самых Наших Стрелек Правый Ствол Ну и Соответственно Та же Процедура С левым Стволом Если Не Использовать Какую-то Ёмкость Часть Треактива Конечно Будет Растекаться Поэтому Поверхность Стола Нужно Защитить В данном Случае Это Бамбуковый Коврик И Таким Вот Образом Обрабатываем Каналы Стволов И Даем Какое-то Время Поработать Этому Самому Реактиву Какое-то Будет Время Все Очень Сильно Зависит От Степени Загрязнения От Степени Освинцовки Стволов То что Называется И При Этом Это Время Работы Реактива Нужно Подбирать Опытный Будем Спустя Какое-то Время Берем Салфетку Сворачиваем С нее Вот Такой Патч Заталкиваем С косенной Части Ствола И Шомполом Прогоняем Через Все И Получаем Вот Такой Вот Загрязненный Патч Который Проходит Через Канал Который Собирает Собственно Повторяем Повторяем С Левым Стволом Вот До такой Степени Загрязненные Патчи Соответственно Оружие У нас Нечищенное Грязное И Для того Чтобы Вычистить Процедуру Со Щелочным Составом Повторяем Несколько Раз Огромным Преимуществом Подобной Химии Такое Например Как Масло Глухарь Является То Что Оно Во первых Это Специализированное Масло Его назначение Это чистка Оружия А не Каких Там Унитаз Во первых И во вторых Это цена Ну Такой Вот набор Друзья Вы не Проверите Но Такой Набор Масел Специализированных Масел Стоит Меньше Пяти Долларов По моему Прекрасное Соотношение Цены И возможностей Просто супер Опять таки Оставляем На какое то время Обработанные Стволы Даем Поработать Химии И прогоняем Патчи Еще раз Спустя Несколько Подобных Циклов Наши Стволы Становятся Чистыми Ну Чистыми Это понятие Относительное Почему Потому что Допустим На выходе Мы имеем Патч Подобного Вида Чистый Грязный Не знаю Вопрос Очень Спорный И собственно Чистого Оружия Не бывает Есть Скажем так Приемлемый Уровень Чистоты Который Устраивает Владельца Поэтому Говорить о том Что я Вычистил До блеска Ну Это Мягко говоря Решено Смысл Не бывает Чистого Оружия То То Иное Загрязнение Всегда Остается Поэтому Бывает Приемлемый Уровень Чистоты Если После Определенных Циклов Патчи У вас Стали Выходить Более Менее Чистыми Но При этом Остается Какая-то Грязь Все еще В стволах Мы Поступаем Следующим Наносим На внутреннюю Помертость Щелочной Состав Далее Отвинчиваем Наш Капроновый Ёршик Берем Торнадо Кстати Ёршики Торнадо Бывают Стальные Как в данном Случае Бывают Латунные И медные Стальные Чистят Быстро Но Не так Нежно Латунные Чистят Более Деликатно Но При этом Требуют Более Длительной Чистки Вагонизм Раз Два При этом Надо понимать Что Чем больше Вы стреляли Без Контейнерным Патронам Чем больше Вы стреляли Калиберной Пулей Тем Большая Свинцовка В стволах Сохраняется И Ёршики Подобные Торнадо Такие Они В первую очередь Предназначены Для удаления Свинцовки Свинцовки Столов После того Как мы Прошли с Ёршиком Торнадо Давайте Теперь Запустим Сюда Опять Бумажный Патч И посмотрим Какую грязь Он соберет Смотрим Вот он Наш патч Относительно Чистый До Торнадо И вот Он Наш патч Не такой Уже Чистый После Торнадо Это Значит Что В совокупности С химией Щелочным Составом Наш Ёршик Торнадо Поднял Ту грязь Которая Находилась Глубоко В канале Ствола И вот Левый Ствол Также Некоторую Грязь При помощи Торнадо Мы оттуда Вычистились Ну Вот Такую Процедуру Повторяем Несколько Раз До тех Пор Пока Патчи Бумажные Патчи Из канала Ствола Будут Выходить Чистыми Спустя Несколько Циклов Повторенных У нас Выходит Чистый Патч Приемлемого Уровня Чистоты Мы получаем Каналы Стволов И Соответственно Следующим Этапом Мы должны Нейтрализовать Действия Щелочного Состава Для этого Используем Соответствующее Масло Нейтральное Процедура Его применения Аналогична Щелочному Составу То есть Мы Наносим Его На Ёршик Распределяем Внутри Каналов Стволов Равномерно Ну а Затем Патчем Прогоняем И Учищаем Оттуда Излишки Торсового Масла Кстати Сохранность Канала Ствола Наличие Этей самой Сыпи Ракушек Непосредственно Влияет На Скорость И Качество Чистки То есть Чем Более У вас Ствол Сохранный Тем Процесс Чистки Более Легкий Такая У нас Есть Зависимость Поэтому Если Вы Или До Немножко Попортили В результате Эксплуатации Соответственно Процесс Чистки У вас Будет Более Трудоем Ну вот У нас Выходит Патчем С Нейтральным Маслом Эту Процедуру Можно Повторить Несколько Раз Для Того Чтобы Гарантированно Убедиться В том Что Щелочь У вас В стволе Более Нет Далее Для того Чтобы Закончить С блоком Стволов И считать Что они У нас Чистые Я поступаю Следующим Образом Беру Обычный Гиенический Латный Диск Масло Консервационное Наношу Его Небольшое Количество На этот Диск И Очищаю И одновременно Пропитываю Внешнюю Поверхность Стволов Как Вы Наверное Знаете На этом Ружье Используется Ремонтная Воронилка Здесь Сочетание Различных Воронящих Составов И Для Сохранности Стволов В надлежащем Виде Длительное Время Эту Самую Пропитку Необходимо Вернее Воронилку Нужно пропитывать Постоянно Маслом И Тогда Стволы Сохраняются В хорошем Состоянии Так вот Вот это Вот масло Консервационное Для Этих Целей Подходит Очень Очень Здорово Лишнее Масло Которое Здесь Возможно Сохраниться Затем Можно Будет Просто Протереть Сухой Тряпочкой Дальше Мы должны Почистить Колодочку И Лоб Затвора Щетки Я предпочитаю Использовать Для этих Целей Латунную Хорошо Достаточно Вычищает И при этом Не травмирует Черный метод Опять-таки Нейтральное Масло Опять-таки Наносим На щетку Пропитываем Ее Немножко И вот Такими Легкими Но уверенными Движениями Очищаем Загрязненную Часть Оружие При этом Особое Внимание Нужно Уделить Вот Вот Этой Части Наиболее Подверженной Коррозии И Наиболее Загрязняемой При стрельбе Причем Здесь Очень важно И характерно Удалить Нагар Возле Бойков Почему Именно здесь Образуется Нагары Прогары И нехорошие Вещи Которые Связаны С Использованием Агрессивных Химических Препаратов Внутри Боеприпасов Ну И вот Так Щеточкой Все Это Аккуратненько Очищаем После Очистки Щетки Просто Берем Тряпку И удаляем Излишки Масла Ну И соответствующую Грязь Которая У нас Получилось Вычистить В результате Этой Самой Процедуры После того Как Колодка Наша Очищена Нам нужно Смазать Неосновные Рабочие И трущиеся Детали Оружия Для этого Можно Использовать Масло Нейтральное Можно Использовать Масло Консервационное То есть Оба Этих Масла Могут Использоваться Как Смазки При этом Я предпочитаю Наверное Использовать Все таки Масло Для Консервации Почему Потому что Оно Более Вязкое И оно Более Длительное Время Сохраняется На Поверхностях На которые Оно Наносится Обычная Ватная Палочка И Аккуратненько Смазываем Не очень Обильно Те Детали Оружия Которые Подвержены У нас Трению Узел Узел На Которые Запирается Блок Стволов Замок Соответствующей Смазке Необходимо Также Подвергнуть Собрегаемые Детали Которые Находятся На Цевье При этом Усердствовать Перестараться Не стоит Потому что Все таки Это масло И Оно Будет Потом Вытекать Пачкаться И Будет Вообще Лишним При этом Но Легкий Слой Который Смазывает Трущиеся Детали Конечно Здесь Просто Необходим Ну и Завершающим Этапом Обслуживания Ружья В очистке Вход за деревом И Для этого У нас Есть Незаменимое Масло Льняное Масло Которое Как нельзя Лучше Подходит Для этих Целей Ну Собственно Говоря Вот Вот Эта Реставрированная Часть Дерева Она Была Пропитана В свое Время Маслом Маслом Тонирующим При этом Который Придавал Соответствующий Оттенок Ежели Тонировать Не нужно То есть Все Вас Здесь Устраивает Вы Используете Обычное Льняное Масло Почему Льняное Потому что Льняное Масло По Химическому Составу И Свойством Является Высыхающим То есть После Определенного Время Оно Поляризуется И покрывает Деревянные Поверхности Тонким Но Очень Стойким Слоем Хотя При этом Часть Масла Которое Мы Наносим На деревянную Поверхность Впитывается И Таким Образом Сохраняет Древесину Длительное Время Но Опять Таки Повторюсь Процедуру С льняным Маслом Имеет Смысл Проводить На тех Деревянных Поверхностей Которые Не находятся Под Слоем Лака И Только В этом Случае Наше Масло Обеспечит Тот Эффект Которое Которое Должно Обеспечить То есть Сохранность Деревянных Поверхностей При этом Дерево У нас Не Впитывает Влагу И Что Очень Важно Оно Не пересыхает А пересыхающее Дерево Как вы Наверное Знаете Оно Всегда Связано С повышенной Деформацией Растрескиванием Ну и так далее Всякими Нехорошими Вещами Которые Происходят В результате Длительной Эксплуатации Эксплуатации В агрессивных Средах И в том числе Где-то На охотах Ну то есть То что называется В поле И вот Таким вот Образом Наши Деревянные Поверхности Можно Повторить Процедуру Несколько раз И пропитывать Деревяху Более тщательно Но Ружье у меня Постоянно Обслуживается Постоянно Пропитывается Маслом И поэтому Такая вот Дежурная Пропитка Протирка Маслом В принципе Этого уже достаточно Спустя какое-то Время У нас Дерево Взяло Значительную Часть Несенного Масла Что-то Впиталось А что-то Лишнее Мы просто Вытираем Тряпочкой И все В порядке Со стволами То же Самое Лишнее Масло Удаляем Тряпкой Ну и Таким вот Образом У нас Ружье Обслужено Почи Ухожено И Готово К эксплуатации Или Длительному хранению Ну собственно Такая вот Очень Несложная Процедура Но В крайне Обходимая Для вас И вашего Орожия Потому что Оно Как известно Любит Уход И смазку И тогда Никогда Вас не подведет Я вас Очень прошу Не используйте Для чистки Всякую Угодность Используйте Средства Которые Для этого Специально Предназначены Ну например Вот такой Вот Очень Универсальный И при этом Недорогой Набор Масел Субтитры Продолжение следует...